Друзья, всем привет, вы на Политоконлайн, с вами я Денис Пахилов, Владимирич Карасев сегодня к нам пришел. Владимирич, здравствуйте. Здравствуйте. Как-то, знаете, за праздниками, за праздниками все так смешались много тем. Да, у нас был День независимости Украины, День государственного флага, Крымская платформа. Да только одна персона, она как-то вот промелькнула и потом выпала из СМИ. Я имею в виду Виталия Кличко. Пятница, Эйрон Буо, СМИ говорят о том, что вот Кличко приедет, не приехали, не сняли его с ПОКА КМД. Да, вроде бы история успокоилась. Надолго ли история успокоилась с Виталием Кличко? Я думаю, как бы это история с открытым финалом, так, но финал может быть разным. Может быть даже время уже потеряно, вот так, для властей, которые хотели сместить Кличко. Но, как говорится, не наважилось, так, перед приездом Меркель, потом перед Крымской платформой, и так много, скажем, было обиженных и готовых протестовать, это имею в виду. Так, и закрытая страна Юэй, и вот эта ситуация, вот, с угрозами закрыть наш, тоже, правда, через суд, но все равно. Поэтому решили не нагромождать вот это количество и качество недовольных, так, тем более, действительно, Кличко, человек с мировым именем, его многие знают, те, которые приехали на Крымскую платформу, его многие знают. И они, скажем так, при всей расположенности к Украине, к властям даже, в какой-то степени, не так, но они бы восприняли это, как, там, так, нехороший сигнал, нехороший знак. Тем более, у каждого, кто приехал, вы же видите, есть свои претензии по Украине. Например, президент Венгрии, там, президент Эстонии, сказала, вот такие контраверсивные, неоднозначные и амбивалентные, но заявления по отношению к Украине или даже претензии к Украине высказала, хотя побывала там на Чангаре, увидела, как там происходит, какая там ситуация, но, тем не менее, свои претензии она высказала, поэтому решили пока это, скажем так, не трогать, вот, но я не думаю, что отказались от таких планов, но, мне кажется, время утеряно. Дорога ложка к обеду, что сейчас, я думаю, осенью многие начнут все-таки как-то думать о том, как объединяться и совместно защищаться, потому что я вам говорил, что президент воюет против всех, но еще нет вот этой ситуации, когда будут все против одного, да, против президента, а вот может и так случиться, что на осень многие готовятся, очень много недовольных, Медведчук, Порошенко, так, Тимошенко, Кличко, Гразумков, так, журналистские каналы, да, можно там говорить на Медведчука, там, что, там, пятая колонна или что, но, тем не менее, это тоже ресурс политический, понимаете, я хочу сказать, что когда вот объединялись Украина против Кучмы, то в одном ряду шли коммунисты, социалисты и националисты шли, так, там стоял и Ющенко, и Симоненко, и Мороз, и Унаунцо еще тогда, так, потому что вот это такая назревает, может назреть, вызреть такая ситуация, когда идеологические там различия, так, даже на фоне войны, ну, в 2001-м, там, в 2000-х годах войны не было, так, или в 2002-м, но, тем не менее, идеологический раз приошли в сторону, потому что надо было объединиться против общего врага, то же самое по Януковичу тоже, все объединились, понимаете, и свои тоже же, которые были недовольны, свои, так, вот это старо-региональная элита против младо-региональной элиты, против Саши Соматолога, там, против Арбузова и так далее, старо-регионалы тоже были недовольны, что их оттесняют на вторые позиции, а на первые позиции выходят вот эти новые мальчики, так сказать, из Донецка, так, этого этим много не устраивало, и вот тоже, я не знаю, допустит ли сегодняшняя власть вот такую, скажем так, ситуацию, когда единым фронтом выступят против президента, потому что это достаточно рискованная игра, один против всех, понимаете, борьба на всех фронтах, лупим по всем фронтам, и даже маневры вот эти, или, скажем так, хороший парад, который действительно можно поставить заслугу властям, тем не менее он тут, не думаю, что он, скажем так, станет последним аргументом для, там, национал-патриотов, для национально-радикальных политических сил, так, если им придется выбирать, например, там, между Порошенко и Зеленский. Выберут Порошенко? А? Выберут? Не-не, выбирать в смысле политической игре, я не говорю, а президентский сейчас выбор, да-да-да, не-не-не-не, это исключительно выберет. Нет, нет, это сейчас не об этом. Так что может тогда президента Украины поддержать из внутренних сил в этом плане? Ну, мягче действовать, искать союзников, спопутчиков, там, понимаете, дело все, чтобы не создавать союзы против себя. Задача любого политика – формировать или создавать коалиции против главных соперников. А если вы лупите по всем, не различая, где ваш главный оппонент, или, там, враг, или соперник, или конкурент, или противник, а где не главный, надо всегда, скажем так, выбирать слабое звено в цепи, или главные приоритеты для того, чтобы что-то решить. Ну, учил нас когда-то декоммунизированный классик, фамилию его не буду называть, назову его девичью фамилию, Ульянов. Говорит, что есть слабое звено в цепи, поэтому слабые звенья не рвутся. А если вы хотите бить по крупным звеньям, ну, это достаточно тяжело. Хорошо, крупное звено Петр Алексеевич Порошенко, почему по нему не бьют? Ну, не, ну, пытались же, как бы, так, но трудно. Во-первых, это пятый президент. Патролить его, конечно, можно на демонстрацию, но у него много соперников, причем такая секта, скажем так, это искренние его симпатики, союзники, сплоченная фракция монолитная, хорошие связи на Западе, а сейчас все-таки есть некоторое охлаждение Запада по отношению к Украине. Не важно, по каким причинам, или правильно, или неправильно, я сейчас не говорю. Может, это и правильно Зеленский делает, может быть, так. Но, тем не менее, вот в ситуации такого, скажем, охлаждения или скепсиса, или такого подозрительности по отношению, скажем, к нынешним властям со стороны Запада, любой человек, который пользуется авторитетом на Западе, ну, тот же Кличко, так, вот, он достаточно трудно его потеснить, тем более сбить, снести. Вот, поэтому, тем более, что, я так понимаю, что сейчас Зеленскому это Порошенко не очень-то и нужен, нужно его, скажем так, держать в осаде, в блокаде политической, так, информационной, для того, чтобы с ним можно во втором туре, во втором туре Зеленский пока выиграет у Порошенко. Но это тоже рискованная игра. Сегодня так, а завтра непонятно. Вот, поэтому, конечно, сбить, снести его, но это значит конфликт, это серьезная вещь, так сказать, и внешнеполитически какие-то могут быть проблемы. А если снести, там, тем более, ну, президента, сажать президента в Украине не было. И это достаточно, скажем так, рискованный, стрёмный прецедент. Одно дело Тимошенко посадил Янукович, так, но она была премьер-министром и кандидатом президента, финалистом президентской компании второго тура. И то, во многом, это сплотило многих, скажем так, противников Януковича, что подумали, да, раз, уже второй человек тогда фактически был, так, что оппозиция сильно была. Если уж Тимошенко удалось посадить, а я уже говорил о том, при давлении Запада и так далее, то что же говорить о других, более мелких политических фигурах. Поэтому, если вы сейчас сносите, например, там, Кличко, что дальше? А мэр, трижды избранный в Киеве, на Майдане принимал участие, так, с сильной партией разветвленной, с поддержкой Киевсовета, поддержкой киевлян, между прочим, то что говорить уже о других, более мелких, скажем так, политических фигурах? Хорошо. Или это касается того же Порошенко? Позволю себе цитату, Вадим Юрьевич. Да. В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства авторитарного или диктаторского типа. Дмитрий Разылков, спикер парламента во время выступления своего на праздничном заседании Верховной Рады Украины, в присутствии президента Украины. Этот, это выпад в адрес президента? Нет, это просто напоминание. А кто у нас самодур? Янукович не самодур был, а Порошенко. При всей ее компетентности, он тоже допускал иногда такие, скажем, поступки. Я его знаю хорошо. Он достаточно компетентный и серьезный человек. Но вот это, скажем так, головокружение от Олимпа, я бы так сказал, на Олимпе, когда ты забираешься наверх, я начинаю болезнь. Понимаете, вот это. Кружится голова. От того, что ты наверху смотришь вниз, это часто бывает такое. Поэтому это напоминание всем, что надо без вот этого. Потому что многие погорели на этом. Янукович погорел, Порошенко погорел, потому что он хотел и мог избраться, между прочим. Но вот, и даже тоже думал, что у него нет соперников, потому что, ну, вверх, действующий президент, причем он же подмял под себя многие функции, структуры. Но получил отлуп от Авакова, да, а потом, скажем, думал, что он во втором туре выйдет Тимошенко, и он во втором туре там уже как-то админресурсом добьет. Ну вот, получилась совсем другая история с Владимиром Александровичем Зеленским. Все. У Владимира Александровича сейчас не кружится голова? Ну, у всех кружится, понимаете, потому что это вот эта вершина, понимаете. И, поэтому, ну, они должны помнить, как у Высоцкого Владимира Семеновича, лишь мгновение ты наверху и стремительно качешься или падаешь вниз, там, по-разному пел. Все, поэтому это тоже в рамках жизни, в твоей жизни или тем более в истории, там, в общем, мгновение власть. Поэтому, Разумков тут, мне кажется, это правильно, он сказал, напоминание всем, напоминание всем, так? Политикам тоже, в том числе, и политикам, не только президентам, а тех, кто стремится в президенты и так далее. В Украине схема Белоруссии, она не проходит, понимаете. А, кстати, Белоруссии что сделал Лукашенко? Он и пророссийских убрал, политиков, и фланги, и журналистов. Помните, он высылал журналистов, этих блогеров пророссийских, высылал назад в Москву, так? И убрал этих националистов. И правит себя. Поэтому даже, в этом тоже, скажем, и можно это все сделать, правит 26 лет, но ты оказываешься, это мгновение 26 лет, даже если ты у власти. А теперь не знают, как эту власть сохранить, как ее передать, как этот транзит власти осуществить. Потому что и националисты давят, и Запад давит, и Россия тоже поддавливает. Давай, давай, чтобы не довести это дело до коллапса. Инсайдеры говорят о том, что президент Украины, у него есть там такая, не то что идея, но вот такая настроенность. Кто не поддерживает меня, либо говорит мне слово поперек, тот против меня. Этот человек не должен быть при власти украинской. Разумков не впервые идет на конфронтацию, если эту фразу рассматривать как конфронтацию. Уже долгое время это продолжается. И СМИ об этом говорят очень часто. Следующий шаг за кем? За президентом, чтобы избавиться от Разумкова, если так можно сказать? Ну, наверное, будут пробовать. Тоже, но сейчас тоже уже время утеряно, мне кажется. Потому что, как бы, многие... Осенний политический сезон, он, наверное, пройдет под знаком трансформации вот этой формулы моей. Президент против всех в формулу «все против одного». Я как бы по каким-то не инсайдерским, скажем так, источникам, а по инсайтам. То есть, такие аналитические озарения или там какие-то детали, по деталям. Я вижу, что многие начинают сейчас вот задумываться. Вы говорили о том, что вот этого движения нет лидера. Ну, смотрите, на Майдане было три лидера. Да. Личко. Яценюк, Тернебог, ну и Петр Алексеевич. И Тимошенко в тюрьме. А многие работали вот так вот. Во втором эшелоне или из-за кулис. И все. Проблема не в этом, что лидеры. Да, но символ какой-то должен быть. Символ сопротивления, да. Символ ненависти должен быть, например, Саша Стоматова. Так? Семья. Символ ненависти. Так? Вот. И символ сопротивления. Пока, конечно, этого нет. Но если, скажем, власть будет дальше действовать, она может создать эти все символы. А это уже все. Как только начинается символический уровень, вот это вот, тогда можно делать возгонку ненависти. Злой, ярости. Знаете, вот такой как бы слепой. Как там фильм был такой с этим, с Рутгером Хауром, да, по-моему. Слепая ярость. Вот такое, да. Вот, пока этого нет. Потому что когда революция делается на эмоции, на чувстве. Да. На такой резонирующей чувствительности, вот это называется, так. Она должна резонировать, вот она, на всех распространяться. Потому что революция, она отключает мозги. Она делает движение, слепое движение. И в этом ее революция всегда побеждает, потому что она включает вот эту, скажем так, слепую телесность. Тело работает больше. Вадим Юрьевич. Чувство тела, скажем так, бессознательное, коллективное и индивидуальное. Только потом уже начинает разбираться. Пока этого нет, слава богу, в Украине, потому что я против, вот эти опять. Потому что у нас сейчас внешняя обстановка другая. Нам уже не позволят, понимаете. Крымом может не обойтись. Понимаете, в чем дело. Вот, если опять будет разобрано государство. Поэтому не надо делать ошибок ни с одной, ни с другой стороны. А заключить какой-то, ну скажем так, вообще не заниматься расчисткой. Есть мэры, пусть работают. Пусть переизбираемся. Переизбираемся. Так, если что. Или, ну, будут выборы, вот и все. Поэтому не надо стремиться получить всю власть. Страна очень большая для того, чтобы власть была в одних руках. Персоналистский режим в Украине, он может, ну, допустим, персоналистский режим в Украине, это вещь проблематична. Кстати, тут и Разумков тоже прав. Мы большая страна, сложная страна. Так, поэтому очень трудно тут власть собрать и править над всей страной. Это вам не маленькая Белоруссия, там 9 миллионов. Или там другие маленькие страны, диктатуры, так. В России там ситуация другая, потому что там есть великодержавная идеология. Она легитимирует твои диктаторские притязания. И во-вторых, там правит группа, государственно образующая группа силовиков. Понимаете, это другое дело. Это традиции империи российской. У нас этих традиций нет и хорошо. У нас больше традиции свободолюбия. Своеволе, свободолюбие, гуляй махновщины, гуляй поля. Но с этого начинается свобода. Да, она не, свобода не заключается в этом гуляй поле и так далее. Но она начинается с этого. Что такое украинская история? Это совокупность бунтов, повстань, революций, Майдана. Посмотрите на историю нашу. Ну, хорошо, 300 лет, посмотрите. Казаччина, вот эта вся больница казацкая. Так и до конца не расказачили Украину. Так, то есть это повстанческая культура у нас в Украине. И очень трудно в этой условиях, в этой повстанческой структуре, кстати говоря, повстань Украина, например. Это же не случайно. Тимошенко, вот она в этом смысле чувствительна к историческим традициям или просто как бы чувствительна, что вот это повстань Украины, она очень, скажем так, очень хорошо передает историческую квинтэссенцию. Квинтэссенцию политической истории Украины. Владимиревич, это же деструктивно. Ну, то есть повстанцы мы можем. Окей, если есть диктатор, если он совершает преступления, его семья, если мы уже сегодня вспоминали, доктора Федоровича, вот такая ситуация. Окей, но постоянно... Нет, я тоже с вами согласен, но дело в том, что могут возникать такие ситуации, что надо, скажем так, вынимать из своего исторического архива или из своей исторической шухляды вот этот повстанческий момент. Повстанческая культура, она может быть моментная. Повстанческий момент. Или там майданный момент. Ну, не случайно же классик поэзии Тычина. Как он? Вели церкви на Майдане, ну, все. Это же тоже схвачено вот это все, понимаете? Лесостепная вот эта культура. Мы не степняки, кочевники, намады. Так? Исключительно. Мы оседлые нации. То есть оседлые нации всегда, или оседлые народы строят государственность свою. Кочевники нет. Он взял его государство в седле. Намады. У него государство в седле. На коне. В коне. Но в то же время и намадическое начало. Такие намады, кочевники тоже есть в Украине. Ну, казачество, казацтво и так далее. Это тоже момент важный. Поэтому это надо учитывать любому человеку, который находится в Украине на вершине власти, что вот этот постанческий момент может вернуться в любой момент. Если власть начинает делать ошибки. Если она пытается подмять все под себя. Если она пытается, скажем так, управлять всем и вся. Если она пытается все, скажем так, ресурсы власти сосредоточить в одном моменте. И пытается, скажем так, усилить деспотический компонент. А он у нас есть. Это вертикаль президентская. Знаете, несколько деспотическая. Вот Майкл Манн. Такой есть социолог и политолог. Очень известный. У него четырехтомник. Вышел лет 15 назад. Который называется «Источники социальной власти». Четыре тома. И вот он написывает. Есть власть инфраструктурная, а есть власть сильная власть. Есть инфраструктурная сильная власть. А есть сильная власть деспотическая. Сильная власть, допустим, возьмите Германию или Францию. Там сильная власть, но без деспотии. Инфраструктурная, потому что это работа лантагов, работа экономики, работа законов, работа местных властей, местного самоуправления, мэрии, судов и так далее. Вот это инфраструктура власти. Сильная власть. И что такое сильная власть? Ты нарушили твои права, ты пошел в суд, отстоял эти права. Все. Вот это сильная власть. Сильная власть, потому что если ты видишь, что твои права защищены, что ты нашел в этой стране справедливость, ты это государство уважаешь, любишь, доверяешь. Ты ему лоялен. И в этом сила государства. А есть сильная власть деспотического компонента. Когда мы живем, вот надо сильная власть, сильная рука. В этом мы видим деспотический компонент, что надо, чтобы один человек, он придет и найдет порядок. Ну, у украинцев была же тенденция, в том числе на предыдущих. Так она и есть. В 19-х. Нам нужна сильная рука, выбирали. Сейчас не реклама, абсолютно. Господин Гриценко. А почему выиграл Зеленский? Высокий уровень. Его выбирали не как сильную руку. Его выбирали как человека, который олицетворяет собой единство Украины. И во-вторых, его избирали, потому что устали от этих самоназванных гетьманов, которые с президентской должности хотели слепить какого-то нового монарха своего, какого-то гетьмана. Неважно, Сивачолый он, или он из Донецка, или он из Винницы, или он из каких-то западных регионов Украины. Вот это избирали. Что придет просто наш, простой человек из наших, что у него не будет вот этих всех гетьманских амбиций, вот этих всех. Что он просто будет, скажем так, править, а не непосредственно управлять. Править – это слово «право». Правительственность. Управительственность, понимаете? А у нас слово «управительственность» по Мишелю Фуко, то есть где главное вот это право, так? Говерментальность. Так, вот этот концепт заменили управляемостью, что я вот непосредственно управляю. Это деспотический компонент. У нас в Конституции, кстати, есть. Ее тоже надо в этом смысле немножко подрихтовать. А может и немножко. Потому что любой президент, значит, у него деспотический компонент полномочий. Его тоже начинают это заводить, провоцировать. А нам нужна сильная инфраструктурная власть, которая начинается в местных громадах, в местном самоуправлении, в мэрах и так далее. Магдебургское право, совершенно верно. И заканчивается президентом. А у нас начинается с президента, а потом заканчивается уже чем? Непонятно. Потому что есть же вообще соблазн. Вообще тогда, если власть сильно начинается только с президента, то есть соблазн. Вообще не обращать внимания на все другие формы власти. На суды. Ну, посмотрите, у нас же с мэриями понятно, мы видим. Конституционный суд у нас до сих пор. Но он же как бы это, так, заблокирован. Верховный суд, тоже непонятно, как он работает. Дальше. Структура власти сейчас держится на РНБО. Но тоже неправильно это совещать. У нас парламентско-президентская система сдержанья и противовесов. Дело даже не в этом. Сдержит. Смотрите, парламентско-президентская республика, это смешанная республика. Когда у президента есть большинство, у него тогда система функционирует как президентская. Потому что у президента есть свое большинство в парламенте, свой премьер-министр, свое правительство. В Франции вот сейчас Макрона, да, республика функционирует как президентская. Почему? Потому что на выборах выиграло большинство его политической силы. Вот через год у него выборы, может там по-другому все будет, не знаю. Нет, в 22-м году у него выборы, да, в апреле. Может по-другому будет. Тогда, если там победит оппозиция, и будет у него меньшинство, а не большинство, система будет функционировать как парламентско-президентская система, как даже премьерско-парламентская. Президент, скажем так, лишится своего контроля над национальным собранием, лишится контроля над правительством. Премьер-министр будет другой, так было в 2002 году. Лионель Жоспен, глава соцпартии, был премьер-министром, а Жак Ширак был президентом. По-моему, это было в течение трех лет. Ничего. Она функционировала как премьерская, потому что премьера больше полномочия, исполнительная власть. Но, можно ли сказать, что вот сейчас, как у Макрона, или тогда, как при Жоспене, система была, скажем так, диктаторской, Макрон не скажу, или полный хаос был, когда Жоспен был премьер-министром и был главой исполнительной. Тоже нет. Глава государства президент, а глава исполнительной власти, премьер-министр, лидер конкурировщ, тоже нет. Почему? Потому что работает инфраструктура власти. Потому что работают медиа независимые. Потому что работают независимые разного рода регуляторы, которые на закон ориентируются, а не на власть. Кто там поменялся в офисе? Или на посольство. Ага, был Порошенко, мы будем так. Теперь мы шли эти, мы уже так. Ради того, чтобы только сохранить свое место. Потому что оно тоже хорошее место, синекура. Хорошая зарплата, хорошее положение и так далее. А нет такого, ты ориентируйся на закон. Мэры работают. Сегодня в Париже Анн Идальго, мэр Парижа, член соцпартии. Это соцпартия. Это партия Оланда, бывший Оланда, сейчас там другие уже, скажем, лидеры. А Макрон, другая партия, премьер-министр, другая партия президента и так далее. Нет этого. Работает инфраструктура демократии, инфраструктура права, правовых институций. Президенты ходят в прокуратуру, отчитываются, вот, допустим, Саркази ходил за эти кейсы. Там тоже масса проблем. Но, тем не менее, как раз эта система сдержек и противовесов, она работает, она не заканчивает. И даже, смотрите, проблема сдержек и противовесов, она же может быть разная. В Британии исполнительная власть главная. Потому что кабинет министров, сформировали большинство, однопартийные кабинеты действуют. Там нет такого, что судебная власть отдельно, законодательная власть отдельно, а исполнительная отдельно. Потому что вы же депутаты большинства, вы же и министры, и вы ходите как депутаты на эти все дебаты и так далее. Но можно ли сказать, что там система без сдержек и противоречий? При функциональном единстве исполнительной и законодательной власти. В чем там сдержки и противовесы? В независимых судах, англосаксонское право, дальше, культура, медиа, газеты оппозиционные. Если они видят, что они могут, и никому в голову не придет. Там телеграф закрыть, или дейли-мейл, или там бильды в Германии. Если даже они пишут там херню всякую, извините. Но тем не менее, тогда это такие условия. А как иначе? Потому что если ты начнешь закрывать за какое-то слово, то потом пойдет оно цепочки. И тогда сдержек и противовесов не будет. Власть тогда ничем не ограничена. И она может допускать очень много ошибок. Вот эти сдержки и противовесы, они почему еще очень важны? Потому что они удерживают от ошибок власти. Чтобы они не делали эти ошибки. Потому что ты думаешь, что власти делаешь все правильно. Как любой человек думает, я делаю все правильно. А кто-то ему встречает и говорит, знаешь, тут неправильно. Подумай над этим. Стоит добавить, что в планах, ну пока что в планах, скажу так, есть у Зеленского в том числе, и реформа суда. Насколько она будет... Все президенты наши приходили, знаете, в чем заключалась реформа суда, судебной системы? Сделать суды подконтрольными себе. Чтобы через них все решать, вроде бы легальность, вроде бы, знаете, чтобы это выглядело законно. А никто никогда не думал, что судебная реформа должна быть ориентирована на простого украинца. Чтобы там простой украинец нашел справедливость. Потому что еще в суднах может выиграть, там, даже если это не во власти, но выиграет какой-то человек, у которого есть деньги на хороших адвокатов, какие-то корпорации и так далее. А простому человеку, где ему искать справедливость? Вы знаете, что даже в советское время была апеллятивная инстанция. Можно было пожаловаться в газету, в райком, и могли выговор устроить чиновнику, который оскорбил человека, выгнать с работы. Сейчас проблема в том, что мы, как бы, написаны в Конституции, демократично, суверенно, правова держава. А где простой человек может найти справедливость? В каком суде? В каком суде? При сращивании прокурора, судей, полиции и так далее. Он может найти? Знаете, в чем наша проблема? Самая основная проблема. Что даже при советах была апеллятивная инстанция. Да, в таком виде, в райкомовском, административно-партийном. А сейчас даже этих апеллятивных инстанций почти не осталось. Где найти простому смертному справедливость? Такова, к сожалению, реальность. Такова. Но хотя сегодня вот тот сценарий, возможный рецепт успешности, он прозвучал, за что я говорю вам огромное спасибо, Вадим Юрьевич. Да, спасибо. Вадим Юрьевич Карасев был в студии Политоконлайн, друзья. Да, и не забудьте подписаться на «Говорит и доказывает Карасев». Обязательно, друзья, кросс-прома такое происходит. Всем спасибо, всем пока.